Показываю нашу новогоднюю ёлку. Сверху пятиконечная звезда, но ни в коем случае не по политическим причинам, а просто наши православные друзья задолбали говорить, что должна быть восьмиконечная. Ну а мы-то знаем, что в христианстве количество лучей у звезды не принципиально. Поскольку мы христиане, то на ёлке у нас есть Господь-Господь, Иисус Христос Господь. Рядом наш мерч, мем и жизненный девиз. А мне пофиг. Мы хоть и старые динозавры, но нам подарили на ВДНХ эти браслеты в павильоне, посвященному движению первых. Кстати, участники проекта движения первых – это наши зрители. Значок Пётра и Феврония, покровители супружества. Для тех, кто не знает, мы самая неправильная православная семья, семья ведолюбители. 1С – это мой бизнес, точнее остатки моего бизнеса. Куклы Петрушка и Феврушка сделаны нами во время мастер-класса, названы в честь святых Петра и Февронии, из-за того, что на их одежде используется символ Петра и Февронии – ромашка. Это настоящая флешка, которая в какой-то момент перестала отчитаться и стала ёлочным украшением. Наши любимые игрушки – Хаги-Ваги и Киси-Миси. Это серая мышка, это такая игрушка для кошек. Одно время мы на бирже труда нашли работу делать таких мышек. Эта мышка бракованная, поэтому её нам подарили. Почему прекратили? А потому что за изготовление такой мышки платят 20 рублей. В день можно рублей 500 заработать. И при этом вся квартира будет в пыли. Под ёлкой дракон – символ года, ангелочек. И вот это вот существо, не знаем, как оно называется, но оно символизирует пуфик. Змея и пауки – это потому, что мы любим Хэллоуин, назло православным мракобесом. В общем, такая вот наша новогодняя ёлка. А под ёлкой стоит наш платочка-визор, то есть такая тумбочка, на которой стоит оборудование, с помощью которого мы выходим в интернеты. Ноутбук, штативы для смартфонов, вертикальный экран, кольцевая лампа. И пуфик.